акварельная живопись и просто и сложно одновременно когда ты проходишь определенный путь то акварель становится очень благодатным материалом буквально за 15 минут можно создать великолепное художественное произведение которое будет наполнено воздухом фантазией изяществом передать увиденное очень хороша акварель для создания эскизов и чудов где на пространстве природы у тебя нет много времени и ты можешь ограниченными средствами создать хорошие чуды которые впоследствии будут служить тебе долгие годы это и память о увиденных местах и замечательная практика для художника как вы видите сейчас я с помощью черной шариковой ручки обвожу карандашный набросок начинающий художник всегда испытывают некую проблему в том чтобы на листе бумаги под слоями акварели сохранялся рисунок рисунок все время норовит куда-то убежать и попытки следить за ним поправлять постоянно приводят к тому что рисунок акварелью становится сухим и производит вид унылого художественного произведения черный контур который я прорабатываю поможет нам сохранить на листе бумаги рисунок и как бы мы не работали цветом сколько бы воды мы не наливали на рисунок он никуда не уходит я прошел весь рисунок тонкой линии и теперь усиливаю линии переднего плана чтобы было ощущение некой воздушной перспективы уже на уровне графического рисунка вы можете увидеть что передний план начинает быть более активным а за ней проваливается и таким образом создается световоздушная перспектива в этом графическом рисунке хочу еще обратить ваше внимание на вертикальные линии которыми я показал отражение в воде уже даже на этом этапе мы можем видеть воду и она узнаваема и легко читается на рисунке данное видео видео ускорено в два раза для удобства просмотра и экономии вашего времени я продолжаю прорабатывать рисунок в большей степени это процесс интуитивный но внимательно рассмотрев его вы сможете увидеть и понять что все эти движения не бесполезны теперь резинкой удаляется линии карандашного наброска это вид отсканированного рисунка приступаем к следующему этапу перед нами акварель и все тот же рисунок графический рисунок который мы выполнили черной шариковой ручкой уже традиционно смачиваем лист водой и приступаем к рисунку акварелью обратите внимание какую свободу получает художник и не старайтесь вписать цвет сделать заливку какого-то определенного участка работайте по всему листу нет даже не обращая внимание что краска заходит на соседние объекты здесь главное не брать слишком контрастные пятна не перенасытить рисунок краской а работать большим количеством воды и с малым количеством краски на кончике кисти если вы видите я удачно промокнул слишком контрастное пятно отжав кисть прямо в стакане воды и промокнув ее тряпкой легкие пометки зеленой краской деревьев краска сама расплывается и создает крону дерева какие-то участки я усиливаю какие-то добавить дополняют другим цветом освещение у нас будет сверху слева и эти части более прописываются более теплой краской это теплый рефлекс и холодная тень обрыва которая отражается в воде обратите еще внимание на то что я не покрываю весь лист краской весь все цвета концентрируются к центру не нужно стараться весь рисунок покрыть слоем краски слоем акварели я думаю что вот эти белесые края еще больше придадут акварели воздушность вот я обозначаю холодные тени на данном этапе весь рисунок выполняется практически в одном тоне на заключительном этапе мы исправим этот момент и вот я опять промакиваю кистью слишком контрастные пятна смачивая и отжимая ее в стакане тонкая кисть и проработка теневой части здесь у меня появилась палитра на котором я составляю некий холодный оттенок для усиления теней рисунок приобретает свою контрастность и как вы можете видеть появляется объем тени кустов усиливаются дальнее дерево слегка тронута краской объем пустого стена под берегом тень оранжевый рефлекс остался у нас в тени здесь вертикальные линии пересекаются строгими горизонтальными линиями кустик отражается в воде и тень от берега здесь скорее всего состояние природы ближе к вечеру поэтому тени длинные у предметов здесь я проработаю световую часть стога сена слегка оттеняя его я добавляю цвет предметом который мне кажется слишком млеклым прорисовка заборщика обратите внимание что дальний план я практически не прорисовываю оставляя возможность зрителю самому дофантазировать этот момент я думаю этот прием создает наилучшую наилучшее ощущение световоздушной перспективы не забываем про тени все предметы должны и отбросить на данном рисунке заборчик как вы видите что освещение у нас теплое тени более холодные с такими с оранжевого теплыми рефлексами подпись художника у гуспла справа подсканированный результат работы я думаю этот урок будет вам полезен вы можете экспериментировать спасибо большое за ваше внимание и стремление к творчеству спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!